Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы продолжаем прохождение игры Nightlong, длинная ночь. В прошлый раз мы остановились на том, что мы собрали все топливо для того, чтобы положить его в бак. И сейчас мы его будем закладывать в бак и посмотрим, что получится. Может быть генератор заработает? Банка наполнена горючим. Я вывел все горючее в бак. Сделано! Черт, этот долбаный мини-ком сломался, что же теперь делать? Да, удивительно, странно все произошло. Я думал, что заработает генератор, откроет шлюз, но все открылось, только немножко другим способом. Тут, видите, оказывается, есть мостик. Надо же! Раньше его совсем не было видно. Да, у нас теперь проблема, сломалось переговорное устройство. Сейчас бы с Хьюбой связаться, сообщить ему, как мы тут, как наши успехи. Переговорное устройство сломалось, когда я взорвал шлюз. Оно искрит. Он без сознания, но ничего серьезного. У него есть дистанционный пульт управления. Я возьму его. Это прибор фирмы Xeim Electronics. Ага, Xeim Electronics, где-то мы уже такое видели. Сейчас пойдем посмотрим, поможет ли он нам. Там полно всяких электрических деталей. То мы за мальчика сначала очень беспокоились, а теперь так осмотрели. Вроде бы и неинтересен он нам, что без сознания лежит. Вот здесь была ячейка Xeim Electronics. Так, сейчас давайте попробуем. Ммм, странный ключ. С ячейкой Xeim Electronics. Отлично. Жаль, что переговорное устройство сломалось. Мне кажется, я почти подобрался к логову террористов. Да, вышли мы из-за парка в какой-то странный ангар. Давайте осмотримся здесь. Должно быть это управление теми большими механическими щипцами. Замечательно. Только мне это не нужно. Хм, на ящике есть ярлык с надписью «Король шутников». Я нашел раздвижные щипцы. Кажется, тут еще что-то есть. Раздвижные щипцы. Здорово. Это голографический проектор. На бирке написано «Напугайте своих друзей чудовищем лагуны». Хм, звучит неплохо. Да, надо будет кого-нибудь напугать. Хм, на ящике. Теперь ящик пустой. Классная тачка. Это какая-то контрольная панель. Я не могу ее открыть. Ну, давайте попробуем там инструментами. Не открывается. Ладно, идем дальше обследовать. Тут лифт какой-то есть. Поднимемся, посмотрим что-то. Я думаю, эта кнопка управляет обыскной дверью. Она ведет на крышу. Сначала я должен открыть большую дверь в потолке. Это сенсор для пожарной сигнализации. Он среагирует только на дым или огонь. А есть ли у нас что-нибудь такое? Огонь или дым? Пока ничего нет. Но только переговорки есть искрит. Так огня у нас больше нет. Давайте сходим на крышу, посмотрим. Черт, она автоматическая. Она снова закрылась. Блин. Как же нам теперь обратно спуститься? Черт, она автоматическая. Она снова закрылась. Безрезультатно. Она не открывается. Замок от опускной двери. Похоже, его невозможно сорвать даже взрывом. Бестолку. Чтобы его сломать, нужно что-то особенное. Она закрыта, но кажется не очень надежно. Не получается. Не получается. Мне нужно что-то использовать в качестве рычага. И снова выручает наш видавший виды брут. Черт, я его упустил. А тут какое-то машинное отделение. Давайте посмотрим, что тут есть. Генератор какой-то. Большая железка, видавшая лучшие дни. Это баллон с водородом. Это баллон с кислородом. Смеситель служит для регуляции и соединения газов. Это измерительный прибор, который показывает, сколько газа осталось в баллонах. Видно, что газа осталось совсем немного. Часть трубы гибкая. Непонятно, куда проведены эти трубы. Ну, вообще-то, смешивать водород и кислород в трубах и потом куда-то подавать горючую смесь, это очень опасно. Может взорваться прямо в трубах. То есть, здесь в игре был допущен такой, типа, киноляп. Обычно газы смешивают... Ну, горючий газ и окислитель обычно смешивают уже только там, где они должны гореть. Чтобы в трубах не горело. То есть, почему газ обычно в трубах не горит? Потому что там кислорода нет. Если есть кислород, может от любой малейшей там искры, от нагрева может загореться. И тогда все трубы взорвутся фактически. Это переключатель подачи газа. Давайте попробуем перекусить епти шланг. Лучше этого не делать. По трубе идет газ. Малейшая искра может вызвать пожар. Тут он прав на 100%. Давайте газ перекроем. Газ перекрыт. Так, я это сделал. Хорошо. Труба сгибается и разгибается. Сейчас труба торчит из окна. Прекрасно. Это нам и надо. Давайте посмотрим, можем ли мы что-то сделать там с газом снаружи, когда он включится. Это шланг с узким бронзовым наконечником. Это шланг с узким бронзовым наконечником. Большой ржавый кран. Здесь нет ни капли воды. Шланг соединен с баллоном. Ну вот, теперь у нас появился некий автоген. То есть, когда мы подадим сюда смесь водорода с кислородом, подожжем на конце, то можно будет срезать металл. Единственная проблема, что, опять же, автоген обычно делают не на водороде с кислородом, а делают, используют другой газ вместо водорода, ацетилен. Почему? Потому что он горит с более высокой температурой. Несмотря на то, что водород дает очень высокую теплоту, но продукты горения, вода, она имеет высокую теплоемкость. И из-за того, что энергия, выделившаяся при горении, идет на нагрев продуктов реакции, то температура получается низкой при горении водорода с кислородом. Но если бы здесь был ацетилен, то можно было бы 3200 градусов создать пламя. Не важно, для нас это сейчас в игре не важно, мы можем и с такими газами устроить хороший автоген. Газ выходит наружу. Ну, осталось теперь поджечь этот газ, давайте думать, как мы будем его поджигать. Попробуем, например, на замке использовать автоген. Не может пока. Газ выходит из трубы. Да. Чем мы будем поджигать? Вот у нас тут есть, так сказать, последнее применение для нашего переговорного устройства, которое сгорело. Переговорное устройство сломалось, когда я взорвал шлюз. Оно истрики. Вот от этих искр можно зажечь наш газ. Продолжение следует... Попал огонь на датчик пожарной сигнализации. Интересно, из помещения склада есть секретный выход? Да, мы, кажется, уже нашли этих террористов. Вон один из них там вышел, сирену отключил. Давайте спустимся в здание. Посмотрим. Там он спичку обронил. Давайте ее подберем. Спичка нам пригодится. С собой же не взяли. Только одна. Возьму-ка ее на всякий пожарный случай. Да, у нас-то сейчас будет пожарный случай. Эта панель, оказывается, управляет пожарной сигнализацией. Давайте посмотрим еще раз. Панель открыта. Ее забыли закрыть. Под ней находятся электроконтакты. Давайте снимем крышку. Вот у нас тут есть отвертка. Смотрим контакты. Значит, какая здесь идея? Вот тут один провод через выключатель идет на другой провод. Плюс, на минус. И еще у нас тут есть заземление. Смотрите. Вот заземление. Это его клемма. И оно припаяно, приварено, наверное, к корпусу этого прибора. То есть, что можно сделать? Можно сделать здесь ловушку. Каким образом? Мы сейчас отключим заземление от клеммы. Вот мы отключили. То есть, наш корпус панели теперь просто соединен с проводом, но не соединен с заземлением. И если мы сейчас этот провод присоединим вот сюда. Вот так. Если щелкнут переключателем, то панель окажется под высоким напряжением. Вот. Значит, ток пойдет отсюда, через выключатель и прямо на панель. И кто-нибудь, кто будет щелкать переключателем, он того может ударить током. Лучше его не трогать. Я не хочу, чтобы меня заметили. То есть, вот мы сделали ловушку, ну и теперь нам осталось только включить снова пожарную сигнализацию. Вот у нас как раз есть для этого спичка. Давайте попробуем с помощью спички устроить снова тревогу. Я думаю, эта кнопка управляет опускной дверью. Она больше не работает. Ну еще бы. Спичкой просто не получается. Что же делать? Вот у нас есть тут метла. Это все, что осталось от старой метлы. Метла-то горит у нас хорошо. Давайте попробуем слить, сожечь метлу. Отлично. У меня есть довольно сносный факел. Я не могу поверить. Сигнализация опять сработала. Должен заметить, Джулис, твоя сигнализация величайшее достижение твоей жизни. Так, знаешь что, Морган? Топай в задницу. Я не в настроении. Ты просто издеваешься надо мной. Я, между прочим, знаю, что это твои проделки. Одна из твоих идиотских шуточек. Иди топай. Выключай ее теперь. Как я не люблю шутки этого идиота. Кто б знал. Да, ну елки-по, ну шо такое? Ну, постоянно ты на меня гонишь. Ну, послушай, ну это ж не я. Ладно, я все равно выключу, когда буду спускаться в зоопарк. А теперь лучше пойду на вещь у Тэйвы. Вот хоть и такой тупой, как ты. Роже. Постоянно меня достают. Казминов. Идет наш Морган к панели. Он потерял сознание. У него не было ничего, что могло бы мне пригодиться. Ну, по крайней мере, одного ликвидировали террориста. И вот теперь открылась новая дверь. Сейчас мы посмотрим, что там находится. Секретная дверь. Сначала я должен нейтрализовать этого мужика. Сначала я должен... Одна пыль. Больше здесь ничего нет. Как бы нам его нейтрализовать? Вот что у нас есть? Смотрите, давайте. Вот деньги, карточки. Это плохо подходит. В пистолете же патронов нет. Отвертки, ключи. Прямо ли тут помогут? Ружье. Оно бесполезно, когда не заряжено. Ружье разряжено. Банки есть. Держу пари. Они громко звенят, когда стукаются друг от друга. Сейчас они нам тоже особо ничем не помогут. Пульты, щипцы. Вряд ли. А вот проектор. Это голографический проектор. На бирке написано. Напугайте своих друзей чудовищем лагуны. Звучит неплохо. Давайте попробуем напугать этого мужика. Как его напугать? Вот тут есть розетка. Стандартная розетка. Черт, штепсель проектора не подходит к этой розетке. Да, проблема. Но мы когда-то нашли вот в той комнатке, где была, где мы лампочку меняли. Тут универсальный тройник. Так что давайте поставим тройник на проектор. Сделано. И попробуем напугать, включить его и напугать мужика. Теперь мне надо его включить. Черт! Что случилось? Что? Это еще одна из тупых шуток Моргана. У меня такое уже было. Я сейчас отсоединю этот проектор и пойду ему набью блин Харю. Не получилось набить Харю. Самому набили Харю. Пожалуй, это единственный момент в игре, когда главный герой хоть кого-то бьет или как-то иначе людям причиняет вред прямо. То есть игра такая весьма пацифистская. Все оружие здесь используется не для стрельбы по людям, а для стрельбы, может быть, по роботам или там замки взламывать. В общем, игра очень такая пацифистская реально. Так-так, лазерное ружье и ключик. Это маленький ключик. Наконец-то я вооружен. Ну, пойдемте дальше смотреть, что тут есть. Похоже, на нем открыт какой-то программный файл. Нет, у меня нет на это времени. Местная газета. Не очень свежая. Должно быть, это часть системы защиты. Не очень надежная, как казалось. Довольно удобный стул. Под ним ничего не спрятано. Она заперта. Попробуем ключик. Нет, так не получится. Ключом она почему-то не открывается. Давайте постреляем лазером. Это какое-то хитрое устройство для контроля системы защиты. Ничего не выходит. Здесь нужна специальная карточка. Бесполезно. Это не та карточка. Жаль, что переговорное устройство сломалось. Я думаю, что я совсем рядом с базой террористов. Мы уже, в принципе, в ней находимся. Это сканер сетчатки глаза. Устройство системы защиты. Крепкая дверь. Видно бронированная. Через него я вижу соседнюю комнату. Там какой-то парень. Он с кем-то разговаривает. Еще там есть компьютер. Здесь открытая электронная почта. Она пришла пару дней назад. Хм. Компьютер все еще включен. На экране письмо электронной почты. Отчет какого-то Маркуса Сандерса про парня по имени Визель Муро. Сандерс утверждает, что Муро и Генезис связаны через Мартинса, для которого Муро создавал виртуальную реальность. Маркус также утверждает, что он обнаружил, что Муро создал для себя убежище в частной виртуальной реальности, которая похожа на темный и ужасный парк развлечений. Маркус натолкнулся на факты, которые доказывают связь Муро и Генезиса в проекте виртуальной сенсорной технологии, или сокращенно ВСТ. Проект ВСТ? Никогда про него не слышал. Хм. Маркус думает, что этим проектом занимался Муро, который и затем потребовал от Генезис профинансировать работу, угрожая прекратить эксперименты. Кажется, Маркус потерял след Муро, который исчез несколько недель назад. Маркус был уверен, что необходимо пролить свет на эксперименты Муро, и если я найду Мартинса, я найду и Муро. Но какого черта, какое к этому отношение имеет Хью? Он не сказал мне ничего ни про Муро, ни про проект ВСТ. Интересно, что он мне еще не сказал. Да, какие-то странные детали в нашем сюжете вырисовываются, какие-то Муро, какая-то виртуальная реальность. Ну, посмотрим, что нам удастся еще выяснить. Это выдвижной ящик, он заперт. Не открывается. Попробуем ключик наш, который мы недавно у террориста нашли. Ну, карточка к системе защиты. Теперь у меня есть карточка к системе защиты. Тут всякие непонятные детали. Ничего полезного. Хм, крепкая. Очевидно, бронированная. В комнате никого нет. Не получается. Наверное, она открывается устройством системы защиты. Это сканер сетчатки глаза. Не пускает нас сканер. Но обычно такие сканеры, они еще тревогу дают, когда кто-то посторонне пытается пройти. Но у нас сканер оказался не такой подозрительный. Необычное место для произведения искусства. Хм, листок бумаги. На нем что-то нарисовано. Да, вот здесь уже за картиной что-то спрятано. То есть тут товарищи не такие умные, как Саймон Руби оказались. Давайте посмотрим, что там нарисовано. Этот листок бумаги я нашел за картиной. На нем какой-то рисунок. Совершенно ничего не понятно, но может быть дальше все детали прояснятся. У нас теперь есть карточка к системе защиты. Давайте попробуем отключить систему защиты. Может быть там сканеры и все эти. Может хоть через дверь пройдем. Да, тут какие-то кнопки, какие-то лампочки. Давайте посмотрим, что они означают. Это панель кнопок, которые сообщают о состоянии системы защиты. Все включено явно. Это одна из кнопок устройства системы защиты. Ничего не происходит. Тут, наверное, какой-то секретный код надо набрать. А давайте посмотрим на тот рисунок, который мы нашли. Что-то мне там... Какие-то возникают ассоциации. Давайте вот... Давайте еще раз посмотрим на рисунок. Обратите внимание, здесь столько же квадратов, сколько вот кнопок было на системе защиты. Что же означает цвет? Есть такое мнение, что цвет означает последовательность нажатий. То есть, допустим, самая яркая нажимается первая, потом какой там следующий идет. Вот это вторая, третья, потом четвертая, пятая, шестая. Давайте попробуем нажать кнопки в такой последовательности. Еще раз. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. Ничего не выходит. Здесь нужна спица. Ура, получилось. Это карточка для... Сканер отключен. Давайте сначала попробуем в ту дверь, где никого нет, потому что все-таки с людьми общаться мы всегда успеем, но лучше при этом запастись нужными предметами. Выглядит так, будто его носил мясник, а не врач. Тут что, пытки какие-то проходили или что? Нет уж, я предпочитаю свою куртку. Ну да, не стоит нам наряжаться в такой кровавый халат. В нем пусто. Стандартная кушетка для медосмотра. Эти кушетки всегда вызывают у меня неприятные ощущения. В ней нет ничего особенного. Похоже, эта стена должна отодвигаться. Это что-то вроде раздвижной перегородки. Не так. Я должен найти выключатель. Панель с монитором. О, господи, Руби. Они пристрелили его, как уличную собаку. Хью не ошибался, когда думал, что они его убили. Я думаю, что моя легенда уже совсем не легенда, и мне нужно побыстрее делать ноги, иначе я буду следующим после Руби. Да, попали так попали. Давайте смотреть, что есть. Это маленький шкафчик. Статоскоп, шприц. Может пригодиться. Хм, а это что такое? Это медицинская справка про Руби. Боже мой, он не убит. Он жив. Что они с ним делают? Через два часа после получения повреждения его состояние ухудшилось. Он впал в глубокую необратимую кому. Состояние вегетативное. Вот дерьмо! Они извлекли пулю из его левого легкого, но ранение привело к 45-процентной потере дыхательных путей. Его сердечно-сосудистая система также очень серьезно повреждена. Они следят за ним, самов ранение, и он в очень плохом состоянии. Я не понимаю. Если террористы пристрелили его, на коим нужно спасать его? Да, действительно, загадка. То есть, как это так? Они его застрелили, а потом спасают? Он на пороге смерти. Подонки его подстрелили. Постараюсь, чтобы со мной не случилось то же самое. Так, ну посмотрим, что мы тут приобрели, какие предметы. Отличный прибор для увеличения громкости звука. Это шприц для подкожных инъекций. Это медицинский отчет о состоянии Саймона Руби. В отчете написано, что Руби находится в коматозном состоянии из-за пулевых ранений. Посмотрим, что там происходит за той дверью. Крепкая дверь. Видно бронированная. Я не хочу рисковать. В той комнате кто-то есть. Вот бы нам подслушать, что там происходит. Давайте применим петоскоп. Ива, ты ошибаешься. Все катится к черту. После вчерашней стычки полностью поражены. И мы сейчас, кстати, не в совсем подходящем месте. Эл, я хочу сдаться. Хм. Это же голос Евы Томпсон. Хозяйка клуба Беспредел. Если бы достали эти документы... Хотел бы я знать, как на нас вышли люди Мартенса? Забудь про это. Нам нужно продолжить то, что не закончил Сандерс. И искать то не знаю чего в этом проклятом киберпарке. У нас все меньше и меньше людей. И после того, что случилось с Сандерсом, никто не захочет туда входить. Может быть, если бы парень, который пристал к нам в клубе, не исчез, может быть, он помог бы нам. А вообще, ну кто его знает? Я так и не поняла его настоящих намерений. Он говорил очень расплывчато, но я говорила с ним всего несколько минут. Когда он ушел, я позвала вышибалу и приказала проследить за ним. Но он уже исчез. Отлично. Они меня ищут. И моя крыша все еще работает. Мне уже кажется, что настоящие жертвы это они. Хью также забыл сказать мне про их атаки на базу террористов. Похоже, что у меня нет выбора. Остается только надеяться на лучшее. Эй, парень, стой на месте. Одно пряжение, ты труп. Ты меня понял? Эл, расслабься, опусти пушку. Это тот парень из клуба, про которого я тебе рассказывала. Эй, проехать, чей. Надеюсь, я вам не помешал? Как ты нас нашел? И как ты попал внутрь? Джулис и Морган должны были остановить тебя. С ними все в порядке. Я с ними ничего не сделал, не волнуйся. Ровным счетом ничего. Что ты здесь делаешь? Ева рассказала мне про тебя. Ева забыла сказать тебе, что я ищу своего старого друга. Но из того, что я увидел, я сделал вывод, что я немного опоздал. Мне очень жаль Саймона Джошуа, но он был не единственной нашей потери. Мне не нужны соболезнования, Ева. Я хочу знать намерения наших друзей. Я мало чего могу сказать. Генезис уже несколько месяцев висит у меня на хвосте. Я уже устал убегать. Мне это все чертовски надоело. Эл, мы должны дать ему шанс. Может быть, он нам поможет. Слушай, парень, ты мне не нравишься. Очень даже не нравишься. Но Ева репут ошибается в людях, и я ей доверяю. Нам сейчас очень нужны люди, но учти, я буду следить за каждым твоим шагом о том, что мы потратили слишком много времени и людей, чтобы теперь рисковать. Я все понял. Не волнуйся, теперь мы в одной лодке. Со мной тяжело раненый Рук. Как насчет того, чтобы рассказать все сначала? Рукий получил задание от своей газеты расследовать все наши дела. Ему повезло, он нас нашел. Нам жизненно важно поддерживать связь с журналистами, чтобы раскрыть Генезис. Но вчерашняя атака пустила все наши труды по ветру. Кто на вас напал? Человечем они напали на наш штаб, разбили оборудование и отбросили нас несколько месяцев назад. Я уже говорил о том, что мы потеряли несколько друзей, которые были преданы нашему делу. Трое наших лучших людей погибли. Саймон уже одной ногой в небе. И Сандерс, наш эксперт по киберпространству, и командир погиб во время перемещения. Если ваша база была уничтожена, то где же мы сейчас? Это склад Моргана. Мы используем его только в экстренных случаях. Ненавижу это место. Как вы думаете, кто на вас напал? Возможно, это были люди Мартынса. Они уже постарались. Когда они ворвались, Руби был с нами, и пуля, которая предназначалась мне, попала в него. Ситуация была тяжелая, и мы попытались убежать. Мы думали, что Руби поможет нам, и принесли его сюда. Наш друг, врач, пытался ему помочь, но... ухудшалась, и врач ничего не смог поделать. Кто такой Маркус Сандерс? Маркус был с нами с самого начала. Он расследовал деятельность Моро, но он был убит в то время, когда он был присоединен. А жаль. Очень жаль. Кто такой Моро? Он был киберархитектором. Из того, что мы поняли, Мартинс был одним из его прежних заказчиков. И, возможно, посредником между Моро и Генезис. Кажется, Моро был одним из инициаторов проекта VST, и поэтому искал сторонников. И он нашел их в Генезисе, правда? Да, но то, что случилось потом, не подается объяснением. Несколько недель назад на побережье Коста-Рики было найдено неопознанное тело. А предыдущим вечером Моро, который обычно оставался в резиденции недалеко от этого места, исчез. Полиция, приняв во внимание то, что больше никто не пропадал, сказала, что это был Моро. Ты должен понять, что мы не террористы. Мы исследователи. Мы исследуем влияние киберпространства на человеческое сознание. Маркус Сандерс, один из наших лучших исследователей, совершенно случайно оказался в невероятном месте. В виртуальном парке развлечений, созданном воспаленным мозгом Моро. Сандерс обнаружил, что от имени Вести был создан странный проект. С этого момента начали происходить странные вещи. Полиция отказалась расследовать это дело и вообще что-либо делать. Поэтому мы решили защищать себя сами и создали группу, которая расследует деятельность Генезис. Когда мы узнали, что после исчезновения Моро все патенты перешли к Генезис, мы поняли, что раскопали провести что-то очень серьезное и перешли в атаку. Мы влезли в что-то очень серьезное. Очень. Маркус соединился с киберпространством, чтобы найти хоть какую-то зацепку провести. Но, увы, мы никогда не узнаем, что он раскопал. Они настигли его, когда он был в киберпространстве. И, умирая, он делал странные движения. Казалось, что он хочет что-то написать. Я был рядом с ним и слышал, как он сказал «Зеркало, зеркало не отражает». Пока что мы не понимаем, что это значит. У нас недостаточно доказательств, чтобы убить Генезис. У нас нет ничего, кроме Моро и его экспериментов в киберпространстве. Про какое зеркало говорил Маркус? Мы не знаем, но он был в абсурдном и ужасном парке. Вы когда-нибудь были в парке, Моро? Нет. Только Сандерс получил от этого нездоровое наслаждение. Почему вы думаете, что в этом замешан Мартенс? Потому что он был связан с Генезисом, который спасировал его на выборах. И кроме того, Моро был его близким другом. Кроме того, полиция прекратила расследование гибели Сандерса. Очевидно, на них оказали давление. Кто-то подкрутил гайки. Кроме того, нам нужна была помощь Саймона Руби. У него были доказательства, похищенные из Генезис, которые могли привести к тому, что даже власти не смогли бы закрыть на это глаза. Но так не случилось. Это может привести к гибели множества людей. Этот проект ВЕСТИ он ужасен. Все это очень странно. Черт возьми, Фью придется многое мне объяснять. Ну ладно, ваша позиция ясна. Что теперь? Мы должны идти по следу, который проложил Сандерс. Нам ничего не остается, кроме как отправиться виртуальный парк развлечений. Мы надеемся, что вы готовы в этом нам помочь, господин Риф. Да, мне и самому нужны ответы. С чего я должен начать? Интересно, что скажет мне Мартенс по этому поводу? Господи, не могу поверить, что Хью мне солгал. Хорошо, пройдите сюда, господин Риф. Теперь ваша очередь. ух ты, это не вероятно. Ну вот, мы оказались в виртуальном мире Здесь будет все совсем не так, как в реальном мире Вот видите, наш инвентарь У нас теперь ничего нет, но только кроме одной вещи Запоминать, посмотрим, что это Любимый хакерский прибор для путешествий в киберпространство Если я ее нажму, я попаду в место, показанное на дисплее Вот, смотрите, вот это место Ну это, в принципе, то место, где мы сейчас находимся Нажав на эту кнопку, я могу сохранить координаты того места, где нахожусь в данный момент Нажав эту кнопку, можно выйти из киберпространства Эта консоль служит для того, чтобы вводить координаты киберпространства вручную Я не имею понятия, какие координаты нужно ввести Ну, то есть, получается, это как бы телепортатор-сохранятель такой В принципе, в реальной жизни у нас то же самое Ну, в игре, в игровой реальной жизни мы то же самое можем сделать с помощью сохранения игры В этой игре, я уже говорил, сохраняться не надо, потому что здесь всегда есть выход И никогда мы не погибаем Ну, а в киберпространстве, чем нам пригодится этот запоминатель Мы сможем просто телепортироваться, когда надо, куда надо Потому что здесь довольно большой мир И он, ну, в нем сложно ориентироваться Вот видите, значок там, лабиринт находится Ну, мы начнем пока что отсюда Изучение местности, что у нас тут есть Хм, выигрышные комбинации таковы Один череп, пол кроны Два черепа, три кроны Три черепа, пятьдесят крон Он не работает Мне кажется, он поломан Хм, на автомате сидит искусственный паук Для красоты Кажется, он сделан из гибкого металла Но я не могу согнуть его голыми руками Ну, тут в виртуальном мире вообще все виртуальное, конечно Пойдемте в лабиринт Будет много мест, в которых нам надо побывать Ну, начнем систематически исследовать Здесь тупик Субтитры создавал DimaTorzok От лавы идет нестерпимый жар Из-за рта демона медленно вытекает лава Понадобится это место, но не сейчас Давайте сохраним его в запоминатель Чтобы мы могли потом сюда телепортироваться Нажав на эту кнопку Вот, теперь у нас есть сохранение славы Когда будет нужно, мы сюда вернемся Там мы еще не были Ой-ой-ой Ой-ой-ой Что это такое было? Господи, кто знает, что еще за монстры водятся в этом лабиринте? Я не хочу к нему приближаться Оборотень Ну, оборотень нам еще понадобится Давайте его тоже сохраним Пойдемте дальше Пойдем дальше исследовать Тупик Интересно, зачем он здесь нужен? Это старая серебряная монета в полкроны Деньги нам нужны, конечно, да Идемте дальше Мы еще не все исследовали Значит, здесь тупик Идем сюда Там еще не были Так, мы уже пришли туда, где мы были Наверное, мы где-то пропустили еще одно ответвление Надо сейчас будет посмотреть Так, давайте сюда зайдем Вот тут еще не было И здесь тупик Там, видите, сзади какое Американские горки По-моему, эта дорога ведет К лаве Давайте вернемся обратно Сюда Так, выход В углу, где мы еще не были Там, по-моему, тупик Нет, не тупик Давайте дальше пройдем Что здесь А нет, тупик Все-таки некуда идти дальше Так Значит, давайте сюда зайдем Так, и тут тупик Значит, мы пропустили одно место Сейчас надо постараться его найти Значит, слева мы были Давайте направо Здесь Так Коридор Там были Там были Значит, давайте сюда зайдем Нужно где-то Среди замков находиться Не среди Не среди Обрывов, по-моему А среди строений Давайте сюда еще зайдем Вот, да Вот здесь мы не были еще Если я не выберусь отсюда, то меня постигнет такая же участь Не надо Он и так достаточно настрадался Это плотная тряпка Тряпка нам пригодится Извините Ну все, в лабиринте мы сделали все, что надо Теперь можно телепортироваться ко входу в лабиринт В первую локацию Теперь мы Будем использовать те предметы, которые у нас появились В результате посещения лабиринта Давайте сыграем В автомат Для игры нужно опустить пол кроны У нас как раз монетка есть Ну что, рискнем? Так, теперь можно дернуть за ручку Эй, мне сегодня везет Я выиграл пол кроны Что отдали, то и взяли Никакого выигрыша нету Ну ладно Пойдемте пока Может потом еще удастся больше выиграть Вот какой тут Вдалекий замок Значит Вот здесь у нас канатная дорога И здесь у нас Тотом Ну давайте стукнем Им бьют по барабану, чтобы гиря подскочила к колокольчик Чуть сильнее, и я бы сбил колокольчик Да Немножко силенок не хватило Но молот сломался Это то, что осталось от молота Молот сломался Ну давайте заберем остатки Что же делать Надо по идее будет стукнуть чем-нибудь потяжелее Поэтому барабану потом Так, здесь у нас Тир Смотрите, ружье Я помню старые ружья, которые стреляли дробью А это дает инфракрасное излучение Мишени движутся на двух бегущих дорожках Радиоуправляемая кукла Которая попадает в цель на расстоянии Кукла закрыта за толстой стеклянной перегородкой Не получается Я не могу ее достать Надо выиграть Посмотрим Правила почитаем Нужно сбить все мишени для того Чтобы выиграть приз, находящийся в витрине Это не дешево Для игры нужно опустить 5 монет по пол кроны У нас нет столько монет Так что мы пока не можем в тире пострелять Идемте дальше Тут есть такая идея Мы попытаемся сейчас лапой паука зафиксировать Одно из колес игрового автомата И тем самым обмануть автомат и выиграть больше, чем нам обычно дают Давайте молоточком попробуем Паука согнуть, потому что руками не получается Прекрасно Молоточком получилось Вот смотрите, видите, череп зафиксировался Ну давайте сыграем в деньги Так, теперь можно дернуть за ручку Сегодня госпожа удача мне улыбается Я выиграл 3 кроны Шесть монет по пол кроны Ну теперь как раз нам хватит в тир сыграть И еще одна монетка останется Ну-ка постреляем Мишени движутся слишком быстро У меня нет шанса на успех Проиграли деньги наши Ну ладно, пойдемте еще выиграем денег Может нам Хотя бы деньги Будут Так, теперь можно дернуть за ручку Сегодня госпожа удача мне улыбается Ну еще вы Когда читерствуешь, то удача всегда улыбается У нас теперь опять есть деньги пострелять в тире, но Что-то надо делать с тиром, чтобы тоже там читерствовать Как-то потому что По-честному не получается Подстрелить все мишени Ну давайте зайдем сюда, посмотрим, что здесь Это канатная дорога, которая ведет к замку Выглядит жутковато Не едет канатная дорога, но посмотрим, что там за двери Здесь машинное отделение канатной дороги Это ведущее колесо канатной дороги Пока ничего нельзя с ним сделать, с этим колесом Ну вот, касса Похоже, здесь раньше продавались билеты для проезда к замку Это выдвижной ящик Только пакетик спичек Спички нам всегда нужны Так, я взял пакетик Эта кнопка приводит канатную дорогу в движении Нет смысла, я не успею добежать до вагончика Надо как-то так сделать, чтобы мы стояли в вагончике И кто-то или что-то нажало на эту кнопку Вот вспоминаем, что у нас для этого есть Но помню, что у нас есть там такая интересная кукла на радиоуправлении Которую можно в тире выиграть Вот, наверное, она бы нам помогла Но мы пока не можем ее выиграть Потому что у нас надо с тиром как-то обмануть этот тир А что тут такое? Этот старый котел еще вырабатывает сильный жар По трубам бежит вода Давление в котле очень высокое Я не люблю пауков почти так же, как змей Я не хочу к нему приближаться Фу, эта штука такая липкая Я не хочу тут запутаться и застрять Хе-хе, да, действительно, большая паутина Им открывают и закрывают трубу Ой, он раскаленный Так, мы не можем повернуть вентиль, он горячий Но у нас вот есть тут тряпочка волшебная, которую мы нашли Давайте попробуем с тряпочкой Паук убежал Паук убежал Вот тряпка у нас осталась пока И что же тут образовалось? Мелодию, что это такое? Ммм, это что-то вроде селитры Возьмем Это вещество, которое я соскреб со стены Это все, что осталось от паутины Липкая грязь Эта грязь очень липкая и тягучая Паром обработали паутина Вот с этой грязьючкой мы, наверное, сможем Что-то сделать с тиром, давайте посмотрим Это должно замедлить движение мишеней Давайте снова сыграем в тир Посмотрим, может нам удастся выиграть куклу Ну-ка постреляй Это было раз плюнуть Надо забрать свой приз Это не лучший приз для меткого сделка Как сказать Дорога ложка к обеду, как говорят Ну вот, теперь мы можем нашу куклу посадить в ящик Как раз тут специальный ящик пустой был Внутри ничего нет Посадим куколку Ну и теперь мы сможем С помощью куклы поехать на канатной дороге Давайте посмотрим Доедем ли мы нормально Не страшно? Надеюсь, он не сорвется Липкая канатная дорога Ну вот, мы приехали в замок Давайте сохраним наше место Запоминать Чтобы если нужно будет вернуться Мы уже по канатной дороге там не катались Вот у нас замок есть У нас есть оборотень Есть лава И есть исходная точка наша Давайте обследуем замок Посмотрим, что тут есть Совсем нет желания из него напиться Кажется, он очень глубокий Черт! Еще один гигантский паук Не хотел бы я увидеть здешних мук Нет уж Туда я не пойду Нет уж Туда я не пойду Тут какая-то сатанинская церковь Смотрите, тут пентаграммы Дьявольские Череп лежит в середине Похоже, она нарисована человеческой кровью Человеческий череп В нем проделана дыра Я не собираюсь цитировать Гамлета Дагодица черепа Похоже, здесь совершали какие-то кровавые темные обряды От этого вида у меня мурашки по коже бегут Тяжелая медная чаша Тяжелая медная чаша Тут есть угольная пыль Я запачкал руки Вот наш уголек Актер поработал Так, что еще нас интересует в этом месте? Давайте рассмотрим старт Какая-то демоническая фигура Этот похож на сатану Сюда вставлен старый факел Мне пришлось его отломать Все, здесь нам уже ничего не нужно Все, что надо было, мы забрали В нем говорится о зеркале на стене Тут написано, что зеркало окутывается туманом Поднимающимся Хм, может быть я зря охладил котел? Смотри-ка, в нем нет отражения Должно быть это то зеркало, о котором говорил Маркус Сандерс Я не знаю, что с ним делать Отсюда течет вода Массивная бронзовая раковина Она как раз под раковиной Легонько надавив на эту плитку Можно остановить поток воды Здесь пишется об оборотнях В разделе о народных поверьях Написано, что оборотня можно убить Серебряной пулей Тут еще написано, что кровь оборотня Разъедает железо Надо же А у нас как раз там оборотень Есть неподалеку Но теперь вот Вопрос, как нам серебряную пулю Раздобыть, из чего ее выстрелить Ну и там уже Зачем собственно его убивать Кровь разъедает железо Ого, а тут высоко Я еще слишком молод, чтобы умирать Прыгать не будем Это старый пергамент И я с трудом понимаю, что тут написано Тут говорится, что можно получить порох Смешав селитру, древесный уголь и серу Значит, смотрите У нас уже есть селитра У нас уже есть уголь Осталось найти серу Давайте посмотрим Где тут серая может быть есть Баночка какая-то Это баночка с серой Вот как раз Я ее взял Старая полка Старая полка Ничего интересного Ничего интересного Так, ну все Значит, давайте сделаем порох Правда, пока что он нам не очень нужен Сделано Сделано Ну, просто чтобы он был Чтобы меньше мне вещей было в инвентаре Сделано Теперь у нас порох есть Похоже, это порох Что нам еще надо? Мы еще не ходили на башню Вот здесь Сейчас мы сходим в башню Посмотрим, что там творится Я думаю, что не увижу в них ничего приятного Это старые деревянные бочки Это старинные солнечные часы Это старинные Так не получится Здесь не хватает центрального стержня Мы еще стержень не нашли Проблема Ну, давайте сходим Где же он может быть, этот стержень Наверное, здесь кабинет алхимика Еще не исследовали Здесь только пергаменты Под стержень Это тонкий металлический предмет Сюда можно вставить стержень Стержень вставлен в отверстие Стержень вставлен Тут очевидно какой-то код Который мы пока не знаем Но у нас еще вот там есть В кабинете алхимика Незаконченные дела С этим зеркалом надо разобраться Давайте посмотрим, что здесь можно сделать Мы вот охладили котел А значит, здесь когда-то была горячая вода И что это значит? То есть тут был какой-то туман Если поднимается пар От горячей воды Он проходит над зеркалом Значит, что-то там может оно запотевает Это первое Второе Как нам теперь сделать без котла Котел мы исправить уже не можем Чтобы эта вода стала горячей А можем ее попытаться нагреть Чем-нибудь, например, факелом Ну и кроме того, нам надо воду перекрыть Свежую и холодную Потому что иначе это не нагреется Ну вот тут головоломка решается Следующим образом Значит, мы сначала вставляем факел в череп Нет, мы сначала ставим череп на плитку Хорошо, я остановил поток воды Просто в качестве груза Череп используется Ну и теперь Ставим туда факел В дырку Думаю, у него не будет головной боли Без сомнения Ну и теперь Поджигаем Спички как раз есть Смотри-ка В нем нет отражения Раковина раскалилась Я не знаю, что с ним делать Смотри-ка В нем нет отражения Так, а у нас же была только раковина То есть Воды там сейчас нету Ну и соответственно Просто раковина раскалилась Давайте выбьем факел На зеркале написаны цифры 7, 8, 4, 5 Ну вот, наверное Это и есть код Который нам надо ввести Вот там на башне 7, 8, 4, 5 Пойдемте в башню А тут римские цифры Так что надо Надо их знать Ну вот цифра 7 Цифра 8 4, 5 Рукопись Возможно это как раз то, что нужно было найти Господи, здесь полно всяких непонятных формул Ага, вот Здесь что-то написано Моро Черт! Это дневник Везеле Моро Тут написано, что проект ВЕСТ почти закончен Нужно только провести последние испытания И тогда Моро станет самым великим ученым в мире И что его открытие сделает настоящий переворот в науке и культуре Но это не все Дальше написано К сожалению, весь процесс воздействия ВЕСТ оказался неправильным Исследования показали, что дегенерация клеток мозга, вызванная ВЕСТ, необратима И приводит к смерти в течение нескольких месяцев А то и недель Моро убежден в том, что ВЕСТ пока нельзя испытывать на людях И что это очень опасно Моро считает, что нужно потратить еще по меньшей мере два года на исследование Это потребует больших денежных затрат Он хочет сделать процесс безопасным Но, увы, это ему никак не удается Постепенно он теряет надежду на успех И прекращает проводить эксперименты Ммм, еще формулы И записи о новых открытиях А тут написано АХЮ И кажется, Моро полон новых надежд Похоже, что Хью свел профессора с крупной корпорацией Которая готова финансировать его исследования и разработку проекта ВЕСТ Моро возвращается к работе над проектом Корпорация Genesis Cryogenetics дает в его распоряжении огромные средства Однако Моро не было известно о том, какие цели преследовала корпорация на самом деле Genesis верила в талант Моро И профессор был счастлив продолжать работу Ага, вот Именно Хью Мартенс больше всех ратовал за быстрейшее завершение проекта ВЕСТ Моро должен был постараться закончить работу за более короткий срок, чем предполагалось начало Страницы и страницы лихорадочных записей К концу Тон Моро переходит почти в истерику Он пишет, что все они сумасшедшие Что они проверяют действия ВЕСТИ на людях И делают это уже давно Это же убийство Их лаборатория находится в тюрьме на острове Черная Скала Что возле побережья Мексики А заключенные их подопытные кролики Нужно остановить это безумие Моро пытался протестовать Но Мартенс отказался слушать все его доводы Слишком велика была его выгода от этой технологии Моро уверен, что его жизнь в опасности Он пишет, что ему ничего не остается Кроме как попытаться бежать и все рассказать властям Он оставил свой дневник здесь в надежде, что кто-нибудь его найдет Если профессору не удастся сбежать Господи, не могу поверить Хью убийца Он неуправляем Негодяй, он меня обманул Но почему же он попросил меня помочь? Тут что-то вроде блокнота Подчеркнут адрес виртуального офиса Хью Это рискованно Но это единственный способ узнать всю правду Воспользуюсь запоминателем Здравствуйте Вам назначена встреча Я должен срочно поговорить с Хью Скажите ему, что я пришел Как вас зовут? Господин Мартинс не ждал сегодня посетителей Риф, Джошуа Риф Я его близкий друг Извините, господин Риф Но господина Мартинса сейчас в офисе нет Но вы, пожалуйста, садитесь Чувствуйте себя как дома А я попытаюсь его найти Ну что же, дорогие зрители Мы с вами попали в виртуальный офис Хью Мартинса в киберпространстве Какой-то загадочный теперь Предстает перед нами этот Хью Мартинс Непонятно, он злодей или он наш друг Ну, по крайней мере Будем ли мы дальше работать на него Ну, на этом мы с вами сделаем перерыв И я сейчас останавливаю запись Мы увидимся с вами в третьей части Прохождения в следующем видео До новых встреч!